Русский весьма часто смеется там, где надо плакать. Человек — это поле битвы между Богом и дьяволом. Всякая любовь проходит, а несходство всегда остается. От смешного до печального — один шаг, от печального до смешного — значительно больше. Соловей берет качеством, воробей — количеством. Уныние, скорбь и боль способны убивать точно так же, как вирусы. Человеческая память — странная вещь. Она упрямо хранит то, что хочется как можно скорее забыть. Когда эгоистическое счастье является единственной целью жизни, жизнь очень скоро оказывается лишенной цели. Первейший долг человека — не быть малодушным. Первейший долг человека — не быть малодушным. Разумные доводы еще никого не убеждали. Без известной умственной культуры не может быть и утонченных чувств. Всякая точная наука основывается на приблизительности. Оскорбивший никогда не простит. Простить может лишь оскорбленный. У каждой эпохи свои изъяны, которые прибавляются к изъянам более ранних эпох. Именно это мы называем наследием человечества. Красота — не потребность, а экстаз. Это не образ, что вам хотелось бы видеть, и не песня, что вам хотелось бы слышать, это образ, который вы видите, даже если сомкнете глаза, и песня, которую вы слышите, даже если закроете уши. Поэзия — это не просто изреченная мысль. Это песнь кровоточащей раны или же улыбающихся губ. Пьем слишком много, курим слишком часто, тратим слишком безответственно, смеемся слишком мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком легко, спать ложимся слишком поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком много смотрим телевидение, и молимся слишком редко, говорим слишком много, любим слишком редко и ненавидим слишком часто. Знаем, как выживать, но не знаем, как жить. О вас говорят самые милые вещи, но только после того, как вы умрете. Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье. То, что мы привыкли считать любовью, это не любовь, а либидо. К настоящей любви оно имеет мало отношения. Любите себя наотмашь, больше, чем родину, детей и мужчину. Мужчина не должен быть всем нашим миром, но должен быть одной из его частей, стоя в общем ряду. Никто не молод после сорока лет, но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте. Если даже вы окажетесь на самом дне горя, если у вас не останется вообще ничего, ни одной живой души вокруг, у вас всегда есть дверь, в которую вы можете постучаться, это работа. Ученый может понимать невежду, потому что он сам был таковым в детстве. Невежда же не может понимать ученого, ибо никогда таковым не был. Когда нет других аргументов, приводят цитату. Полное невежество приводит к полному тупоумию. Чем больше человек доволен собой, тем меньше в нем того, чем можно быть довольным. Одна капля добра, дороже целой бочки философии. Как хорошо прожитый день дает спокойный сон, так с пользой прожитая жизнь дает спокойную смерть. За сладкое приходится горько расплачиваться. Однажды, вкусив полет, ты всегда будешь ходить по земле с глазами, обращенными к небу, ибо ты уже был там, и тебя неудержимо тянет туда вернуться. Никто бы и не помнил о добром самаритянине, если бы у него были только благие намерения. У него также были и деньги. Конечно, банальности существуют. Они существуют просто потому, что отражают правду. Тем, кто ждет, затаив дыхание, любимую журналистскую фразу, поворот на 180 градусов, я могу сказать лишь одно, поворачивайте, если хотите. Леди развернуть себя не позволит. Будьте добры, помогайте всюду, где можете помочь во имя добра, и верьте в светлое будущее Родины. Ангелы не влекут в рай насильно за волосы. Насильно увлекают за волосы в ад. Борьба за культуру есть геройство. В стране культуры будет защищено достоинство человеческое. Никто не приходит в твою жизнь ошибкой. Принимайте все, выбирайте, лучшее. Ощущение того, что кто-то понимает тебя, помогает людям отойти от края бездны. Когда вы поймете, что личность, просто тень реальности, а не сама реальность, ваше раздражение и беспокойство исчезнут. Если вы согласитесь быть ведомым изнутри, ваша жизнь станет захватывающим путешествием в неизвестное. Не всякий опыт, можно выразить словами. Разве можно передать опыт на словах? Желание определяет судьбу. Люди стремятся ощутить радость, но для того чтобы пришла радость, человек должен пожертвовать собой. Иногда происходящие с нами испытания, это антибиотики, которые Бог, дает нам для исцеления болезни нашей души. Бедность — не добродетель, а умение переносить бедность, вот добродетель. Садись за жизненный пир, но не облокачивайся на него. Пьянство есть упражнение в безумстве. Мало суметь уйти, сумей, уйдя, не вернуться, чтобы обессилевший жар выпал холодной золой. Пока ты будешь счастлив, у тебя будет много друзей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok